МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убийца Калима Тамаровой дает признательные показания. В деле о поисках виновника трагедии, растянувшейся на годы, поставлена точка. Масочный режим закреплен документально. Ношение СИЗов теперь обязательно. Подробнее в нашем выпуске. Вольники-триумфаторы. О небывалом успехе дагестанских спортсменов на чемпионате России расскажут мои коллеги. Сокол Дагестана и Крыма. Республика отмечает столетие прославленного летчика, небесного героя Амитхана Султана. Здравствуйте! Это Итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. На неделе стало известно, что раскрыто, пожалуй, самое резонансное дело последних лет. Задержан подозреваемый в похищении и убийстве Калима Тамаровой, 8-летней девочки из Каспийска. Следственный комитет опубликовал видео с признаниями подозреваемого в убийстве невинного ребенка. Мужчина хладнокровно рассказывает о том, как убивал маленькую девочку. Кушать, пока я согрел, потом мне подошел кушать, приготовил, подошел к ней. Также она мне говорит, что дядя обещал мне, когда позвонишь, я домой хочу. Я сказал ей завтра. Я ждал момента, пока она уже начала, в этот момент я ей по голове раз в три. Преступник раскрыл и мотив похищения. Оказалось, что изначально он не собирался убивать девочку, а похитил ребенка, чтобы получить выкуп. Об этом, в частности, пишет «Комсомольская правда». По данным издания, осознав, что дело поворачивается против него, похититель решился на убийство. Напомним, убийцу восьмилетней школьницы искали больше двух лет. Им оказался 36-летний житель Лебашинского района. Нашли его с помощью ДНК-экспертизы. На теле девочки оставались следы, которые ей помогли привести к поимке подозреваемого. Два года назад маленькую Калемат искал весь Дагестан. Волонтеры приезжали даже из Москвы и других регионов страны. Позже стало известно, что девочку, вышедшую в магазин за покупками, похитил неизвестный мужчина. Аварии уносят жизнь и умножают количество сирот. На неделе в Махачкале произошло очередное смертельное ДТП. Водитель Лады Гранты сбил насмерть 35-летнего мужчину, сообщило МВД по Республике Дагестан. Трагедия произошла глубокой ночью на проспекте Петра Первого. Молодой водитель легковушки выехал на встречную полосу и на огромной скорости сбил пешехода. Мужчина погиб на месте. А машина, в которой кроме водителя был также и пассажир, опрокинулась. Все находящиеся в автосалоне были доставлены в ближайшее медучреждение. По неофициальной информации, молодой человек за рулем был под воздействием одурманивающих средств. По словам близких погибшего, мужчина, чья жизнь оборвалась на дороге, направлялся в мечеть на намаз. Трое детей остались без отца. В Дагестане за несоблюдение масочного режима могут привлекать к административной ответственности. Ношение медицинских масок в общественных местах стало обязательным, согласно указу главы региона, подписанному накануне. Документ обязывает граждан на территории республики в целях предотвращения распространения инфекции и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты, маски, респираторы и иные СИЗы, в том числе изготовленные самостоятельно. Правило будет действовать при пользовании общественным транспортом, в том числе такси, при посещении аптек, объектов розничной торговли и иных организаций, связанных с оказанием услуг населению, а также органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, остановок всех видов общественного транспорта, объектов религиозного назначения и иных общественных мест. По мнению Сергея Меликова, отсутствие жестких мер может привести к серьезному ухудшению эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период. Так, к примеру, уже сейчас в 17 муниципалитетах Дагестана наблюдается рост заболеваемости, а в 14 ситуация нестабильная. Руководитель Роспотребнадзора Республики Николай Павлов также подсчитал целесообразным привлекать к административной ответственности за неиспользование СИЗов. Накануне состояло заседание Совета при главе Дагестана по развитию градостроительства и архитектуры. В фокусе внимания оказались вопросы, касающиеся архитектурного облика городов, в частности Махачкалы и Каспийска. В рамках обсуждения коснулись вида фасадов зданий, размещения рекламы, наружных электрических линий, проблем комплексной застройки и выдачи разрешений на строительство. Вот кого не услышишь, жители жалуются, у нас нет газа. Спрашиваешь, а почему у вас газа нет? Мы начнем проектировать в следующем году. У нас нет света. Почему света нет? Мы на следующий год все сделаем. Слушайте, а что до этого вы делали? Это я к чиновникам опять обращаюсь. Ну не хотите, значит по-военному будем с вами разговаривать. К исходу дня или к утру. И лично сами там возглавляйте эти работы. Людей-то хватит обманывать на это. На следующий год, еще через год. Сергей Меликов поручил главам администрации Махачкалы и Каспийска в кратчайшие сроки подготовить концепции развития обоих городских округов. В Рио-Главы Дагестана заявило о необходимости навести порядок в городской среде. Было отмечено, что есть много нерешенных проблем в части совершенствования инфраструктуры и создания комфортных условий для проживания и досуга горожан. Вызывает множество вопросов и пестрая реклама. Аналогичный анализ проводится и по другим городам Дагестана. Непонятные скрутки, которые идут по электрическим проводам. Это же не просто облик, это еще и безопасность людей. Это угроза поражения электрическим током. Мы сегодня будем говорить по рекламе. Слушайте, ну я в первый или во второй день сказал про эту рекламу. До сих пор ничего не меняется. Меликов подчеркнул, что не решив первостепенные задачи в этой области, нельзя говорить ни о развитии туризма, ни об инвестиционной привлекательности республики. Пошли на рекорд. 8 золотых медалей из 10 возможных. Триумфальной победой сборной Дагестана в Нарафаминске завершился чемпионат России по вольной борьбе. Там дагестанские вольники стали лидерами по количеству золотых медалей. Хроника побед золотого финала. В сюжете Курбана Рагимова. Эмоции бьют через край. Полные трибуны не умолкают буквально ни на минуту. Последний день чемпионата России, как и предыдущие два, выдался для дагестанской команды богатым на награды. Начало положил Даурен Куруглиев, чемпион Европы из Дербента. Он уверенно добрался до финала, где с минимальным преимуществом взял реванш у основного соперника в борьбе за путевку на Олимпийские игры в Токио Артура Найфонова. Эту победу Куруглиев посвятил своему другу, получившему травму в автоаварии. Я сильно хотел взять реванш у него. Эта схватка была именно принципиальная. Не надо было выигрывать. Победу я посвящаю Арсену Гузбанову, моему лучшему другу, чтобы он встал на ноги. Мы за него молимся, переживаем. Он в феврале попал в аварию. Эту победу посвящаю я ему, чтобы он на ноги встал и с нами начал тренироваться. В четвертом дагестанском финале на этом чемпионате сошлись Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов. Дерби лидеров в категории до 92 килограммов прошло в напряженной и порой эмоциональной борьбе. Как и год назад, победителем вышел махачкалинский «Динамовец». У Жабраилова есть незаконченное дело. Со второй попытки он попробует обменять свою бронзу на золото чемпионата мира. Девятый раз мы встречаемся и, конечно, вы понимаете, на 9 раз одним и теми человеком бороться. И мы уже прям каждое движение друг друга знаем. И поэтому всегда такая вот напряженная схватка получается. Ему показалось, что я грубо поборолся, мне показалось, что он грубо поборолся и вот на этой почве. Потом руки пожали? Да, конечно, без этого никак. У меня есть цель выиграть чемпионат мира, а дальше уже будем думать. К сожалению, в прошлом году не удалось мне золотую медаль выиграть. Ну, ничего, бронза тоже нормально. Ожидаемый статус лучшего полутяжеловеса страны подтвердил Абдул-Рашид Садулаев. Олимпийский чемпион одержал четыре разгромные победы. И только соперник по финалу Асламбек Сатеев сумел продержаться против дагестанского танка все шесть минут. Титул чемпиона страны Садулаев завоевал в пятый раз. Нельзя сказать, что здесь не было таких серьезных соперников. Это, как я ранее уже говорил, чемпионат России. Здесь слабых проходных схваток не бывает. Поэтому иногда тяжелее выиграть чемпионат России, чем чемпионат Европы или мира. Ну, такой настыбный парень, который постоянно атаковал, я еще помню, на сборах. И я не был удивлен, что он вышел в финал. Еще одно золото сборная Дагестана мог принести Шамиль Шарипов. Этот молодой тяжеловес из спортшколы имени Садулаева стал открытием заключительного дня. В полуфинале он выбил из борьбы за первое место чемпиона Евроигр Анзора Хизриева. Однако в финале весьма спорным решением судей уступил опытный Малан Ахудаев. Несмотря на это, сборная Дагестана сумела завершить чемпионат с рекордным показателем. Впервые в истории вольники из страны гор завоевали 8 наград высшей пробы. Помимо этого в копилке еще 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Это фантастический чемпионат для нас. 8 золотых медалей, о чем можно еще говорить. Мы довольны, счастливы. Но оказалось, что могли еще лучше. Небольшое упущение, судейские споры в весовой категории 125 кг порадовали Даурен Круглиев, Розамбек Джамалов. Такие весовые категории, которые и олимпийские, и те, которые мы не могли за собой застолбить долгое время. Я надеюсь, что ребята окрепнут и задержатся в этих весовых категориях, в лидерах. После недельного отдыха борцы, вошедшие в число призеров чемпионата, отправятся на сбор национальной команды, где тренеры определят состав для поездки в Сербию на чемпионат мира. Кубан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Нарафаминск, Московская область. А накануне в Рио главы Дагестана поздравил борцов-триумфаторов лично. Сергей Меликов встретился с победителями и призерами чемпионата России по вольной борьбе в Белом зале Дома Дружбы. В Рио главы региона поздравил спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях, подчеркнув такие качества дагестанских мастеров ковра, как умение ставить амбициозные задачи и добиваться их. Это очередное свидетельство, что республика Дагестан, спортивная республика, а в виде единоборств являются национальными видами спорта Дагестана. Мы знаем, что победы такого уровня даются нелегко. За спиной каждого из вас упорный труд, годы упорного труда, тренировок, физической боли, потерь, изнуряющих тренировок во имя достижения заветной цели той вершины, на которую способны подняться только выдающиеся спортсмены. Председатель правительства России Михаил Мишустин вручил орден Пирогова Дагестанке. Премьер-министр принял участие в церемонии вручения государственных наград работникам сферы здравоохранения. Награждение врачей традиционно проходит в преддверии Дня медицинского работника. Профессионалы медицинской отрасли внесли огромный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Мероприятие состоялось в Москве в Доме правительства России. Среди награжденных врач-анестезиолог и аниматолог Гергебельской центральной районной больницы Айшат Идрисова. Ранее глава Кабмина России отметил, что благодаря медработникам российская система здравоохранения достойно проходит испытания в борьбе с COVID-19. И к другим темам. На неделе открылась первая площадка коллективной работы «Точка кипения» на базе Дагестанского государственного университета. Такая площадка создана для людей, которые хотят совместить новаторские изобретения и бизнес. Это пространство для проведения всякого рода мероприятий. То есть любой гражданин Дагестана может позвонить сюда, написать нам и сказать, я хочу провести, ну, какой-то читательский клуб, например, какое-то мероприятие, встречу имени, память такого-то, вот такого-то человека. И мы даем площадку, проводите, работайте, делайте то, что вам интересно здесь. Цель проекта – развитие в регионе технологического предпринимательства, нацеленного на новые рынки и подготовка кадров. Пространство предназначено для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников и студентов. На площадке «Точки кипения» они смогут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития. Один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни – это, конечно же, хлеб. Поэтому неудивительно, что у него есть свой праздник – Всемирный день хлеба. Его учредили не так давно. Это и профессиональный праздник работников в отрасли, и, конечно же, дань уважения к незаменимому продукту. В собственной пекарне супермаркета «Эхнатон» выпекают десятки его наименований. О том, как пекут халяльный хлеб, узнаем в сюжете наших корреспондентов. У каждого есть свой любимый сорт хлеба. Тонкая хрустящая корочка, добавки в виде семечек, изюма, а может быть, традиционный белый хлеб. К слову, здесь в топе продаж хлеб крестьянский. На комбинате рассказывают секрет его изготовления. Чуть-чуть такой процесс долгий у него. И замешивать как-то его долго. Он должен стоять, потом должен он в час стоять. И печется тоже. Он чуть-чуть долгий такой процесс у него. Остальные не так тяжелые, как этот. Но очень вкусные. И никогда он на приватках не лежит, не остается. Очень вкусный. Советую. Несмотря на то, что традиции его производства постепенно меняются, любовь к мучному остается. Для дагестанцев это один из главных продуктов. В пекарне за смену выпускают несколько сотен изделий. Всегда все самое свежее. Но самое главное – хлеб здесь пекут строго по нормам шариата. При выпечке хлеба с соблюдением норм халяля полностью исключается алкоголь, содержащий элементы, вредные добавки и консерванты. Никаких добавок красителей и усилителей вкуса. Основной целью была то, чтобы организовать именно халал. Халал в чем заключается? Наши многие граждане думают, что халал только к мясу относится. Но организация халал-бизнеса – это начиная с организации самого бизнеса, с омовения, с соблюдения всех норм. И чистоты, и порядка. Хотели дать качественный продукт, но качественный продукт, чтобы за него отвечать, нам нужно было его самим организовать. Кстати, мука здесь используется, сделанная на каменных жерновах. Считается, что такая мука имеет лучшие хлебопекарные свойства. При помоле между каменными жерновами не происходит уноса высококачественных веществ. Все ценные витамины сохраняются. Такой хлеб полезен тем, кто следит за своим здоровьем и выбирает продукты питания без вредных добавок. Мы стараемся брать муку, сделанную на каменных жерновах, именно по старым технологиям, чтобы максимально сохранить свойства зерна и, соответственно, дать хороший продукт нашему. У нас и в исламе, и в народе хлеб очень ценится изначально, поэтому это первый продукт нашего стола. Поэтому, учитывая этот момент, тоже стараемся более качественно, более широко представить в нашем магазине именно эту хлебовую лучшую продукцию. Бахтиар работает здесь не так давно, но уже прекрасно знает все тонкости создания вкусной выпечки. Главный секрет прост, говорит он, готовить надо в хорошем настроении. Хлебобулочное дело считает своим призванием. Я сюда пришел, как бы сказать, вообще не знал, как работать. Имеется в виду, вообще не знал, что делать. Меня обучили, показали, понравилось. И вот, надеюсь, дальше буду продолжать в том же духе. Примечательно, что каждую первую пятницу месяца все вырученные деньги направляются в благотворительный фонд «Инсан» для помощи больным детям. Каждую пятницу, первую пятницу каждого месяца мы все вырученные деньги, не прибыли, а именно все вырученные деньги отправляем на благотворительность в фонд «Инсан», чтобы помочь нашим детям. Полчаса пеклись эти батоны под большой температурой. За это время они пожарились и приобрели аппетитный вид. Перед ароматом свежего горячего хлеба устоять сложно. Работа в этой пекарне вовсю кипит. Пекари стараются, чтобы главный продукт, ароматный, с пылу, с жару, с хрустящей корочкой, оказался у нас на столе. Жители Ленинкента готовы помочь властям построить поликлинику. Обеспокоены отсутствием полноценного медицинского объекта в поселке, люди обратились к нам в редакцию. По словам местных жителей, маленькая аблатория, построенная еще в советское время, не в состоянии оказать медпомощь, ни на шутку разросшемуся населению поселка. Как намерены решить этот вопрос соответствующие структуры? Смотрите в сюжете Хадижа Курбанова. Эта маленькая амбулатория собрала сегодня вокруг себя почти весь поселок. Люди обеспокоены. Впереди зима. На дворе бушующий вирус. Остроительство новой поликлиники взамен тесной амбулатории им дождаться так и не пришлось. Очередь вот отсюда, начиная до Калитки, бывает очередь. Одноврач, населения много. И пока скорая помощь приедет, тоже тут надо долго ждать. Придется нам пойти в сепараторную больницу туда ехать. Машины нет у нас. Туда ехать там. А с детьми куда-то туда, в пятую поликлинику туда ехать. Из-за этого при Васильеве тоже, при Амирове тоже, при Абдулова тоже нам обещали эту поликлинику открыть. Медучреждение было построено около полувека назад. Тогда население Ленинкента не достигало тех внушительных цифр, что есть сегодня. Но за полвека поселок прилично разросся. Теперь здесь почти 40 тысяч жителей. Вместить и обслужить всех практически и физически невозможно. Оказывать всем медицинскую помощь здесь, мягко говоря, сложно. Здание не выдерживает никакой критики. Специалисты центра регулярно делают косметический ремонт. Но отсутствие кабинетов, необходимых врачей, как и отсутствие подобающего санузла, ничем не замаскируешь. Я обращался несколько раз к Салману Дадаеву и Васильеву. Ответ пришел Васильеву. От Васильеву получил с 2019 года, что в 2020 году у нас поселка будет больница. Вот, больница. Но оказалось, что ненормативной документации нет и в следующем году тоже планы не входят. Говорят, до нас очередь не доходит. Что уже о том, очевидно, что народ готов поддержать, мы говорим. То есть, пусть хотя бы нормативно-техническая документация приступит, пусть начнет, пусть опирается на народ, мы готовы поддержать. 9 тысяч у меня пенсии, я сама каждый месяц 5 тысяч будут сюда давать. И все пенсионеры тоже согласны, все согласны, мы сами будем открывать эту поликлинику тоже. Все ответственные структуры про острую необходимость новой поликлиники знают. Ответственные это Минздрав, Минэкономики и Мэрия города. Специально по этому вопросу представители всех ведомств собрались вместе и провели совещание. Как выяснилось, объект не был включен в инвест-программу, потому как со стороны местной администрации не был выделен соответствующий нормативным требованиям участок. Мы при формировании инвестиционной программы этот объект не рассматривали ввиду того, что решение по земельному участку, соответствующему нормативным требованиям для строительства там объекта, на тот момент не было принято. По словам министра, все готовы к работе и намерены решить застоявшуюся проблему. Но все упирается в землю. Пока не определен участок, строительство начать по закону невозможно. Площадь здания определил Минздрав, свои требования структура огласила муниципалитету. Будем исходить из того, что 0,4 рега требуется территория для размещения там поликлиники. Поликлиники на 200 посещений смело. Да, 100 посещений смело детское, 100 посещений смело взрослое. Она будет охватывать практически все узкие специалисты, в том числе и женские консультации. Сейчас администрация Махачкалы определяется земельным участком. В течение нескольких дней будет проверено его соответствие всем нормам. В администрации города есть земельный участок, который зарезервирован для строительства поликлиники в поселке Ленинкент. Но по нормативам Министерства здравоохранения площадь не хватает этого земельного участка. Сейчас в течение одного-двух дней мы будем рассматривать вариант увеличения площади данного земельного участка под нормативы, которые предъявляет Министерство здравоохранения. Таким образом, заверяет представитель администрации, новая поликлиника в поселке Ленинкент будет построена только в следующем году. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И вновь экология, массовая гибель рыбы и неприятный запах, снижение уровня воды. Озеро в Дербенте переживает настоящую экологическую катастрофу. Как выяснилось, место стало скоплением вредных стоков. Кто в этом виноват и какие меры планируют предпринять местные власти и ответственные структуры? Смотрите в следующем сюжете. На этих кадрах рыбы будто бы молят о помощи, просят высвободить из зараженного озера. Некоторым выжить все-таки удалось. Хозяин близлежащего ресторана Эси Дула своими силами спас более двух тонн рыбы. Но погибло, по его словам, в сотню раз больше. Жители нашего города знают, сколько было много рыб в нашем озере. К сожалению, почти вся рыба погибла. То, что нам удалось спасти, около двух тонн рыбы. Причины гибели рыбы пока устанавливаются. Из озера взяты пробы. Пока известно одно – водоем был загрязнен вредными стоками. Откуда они попали сюда еще предстоит выяснить. Ну а пока местные власти принимают ряд технических решений. Это подача чистой и выкачка отравленной воды. А также планируется провести субботники и очистить территорию от мусора. До сего времени результаты лабораторных исследований нам неизвестны. Значит, поступали разные версии. Что, возможно, вода загрязнена посредством сброса из близлежащего виноконячного комбината. Что, есть канализационные сбросы. Но на предположениях мы не можем выстраивать свои обвинения. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы получили заключение о причинах и о виновном лице. Будь то юридические, физические лица. Для того, чтобы привлечь к ответственности и впредь принять комплекс мер на недопущение повторного загрязнения озера. Пострадала от локальной экологической катастрофы не только рыба. Убытки понес и бизнес, и седулы. Из-за сильной вони, стоящей на несколько километров, люди перестали посещать ресторан. Очень сильно отразилось, потому что вонь невыносимая на сегодняшний день. И гости, естественно, не пойдут. Озеро было излюбленным местом дербенцев и туристов. Люди сюда приходили и отдохнуть, и порыбачить. Сейчас здесь нет ни рыбы, ни людей. Но все же местные жители не теряют надежду, что смогут вернуться сюда вновь. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Дербент. И в продолжение экологической темы. Минприрода Республики и сотрудники МВД выявили факт массовой вырубки деревьев. В Махачкале вдоль железнодорожных путей были уничтожены 25 деревьев разных диаметров. Среди них есть и ценные породы. Нанесенный ущерб природе составил более 2 миллионов рублей. Отметим, что всего за прошедшие 9 месяцев Минприрода Республики уже вынесла штрафы на сумму свыше 9 миллионов рублей. В Дагестане состоялась межрегиональная выставка Дагагара 2020. Мероприятие было организовано производственно-научной ассоциацией теплицы Дагестана при поддержке Минсельхозпрода Республики. Тему продолжит Алина Багилова. Порядка 60 сельхозпроизводителей приняли участие в выставке. А здесь представлено технологическое оборудование, материалы для теплиц, удобрения и средства защиты растений. Первый раз в славном Дагестане пробуем показать себя, свой товар. В основном, конечно, здесь представлено производство томатов, поэтому мы показываем ящики под томаты. Также свою продукцию представили фирмы и предприятия, работающие в области защищенного грунта. Не остались в стороне и селекционные фирмы в сфере открытого грунта. Наши работники по защите растений, по семеноводству. Мы сопровождаем наших сельхозтоваропроизводителей от посадки до сбора урожая. Обеспечиваем их сертификатами соответствия, обеспечиваем их семенами нашими. Такая выставка является ежегодной. На ней руководители тепличных комплексов не просто демонстрируют свою продукцию, но и заключают соглашение о сотрудничестве на месте. Десятки и десятки, сотни, тысячи людей вовлечены в эту сферу, интенсивно развиваются. Мы сегодня имеем около 700 гектаров теплиц разных форматов, от самых простых до самых сложных. И мы видим, дагестанцы крепко заняли эту нишу. И в России дагестанцы узнают, дагестанскую тепличную продукцию узнают, особенно розовый томат. Алина Багилова, Мурат Бекпарсов, телеканал ННТ «Касписк». Не вандализм, а настоящее искусство. Серые стены превратились в палитру для городских художников. В Ербенте стартовал второй стрит-арт-фестиваль «Стена». Граффити-художники из разных городов страны приехали сюда, чтобы украсить фасады многоэтажных домов. Их масштаб и оригинальность оценил и наш корреспондент. Баллончики с краской и уйма фантазии. Так рождаются городские легенды. И стрит-арт превращает невзрачные стены в предмет восхищения. Автор этого рисунка Данила Шмелев приехал из Москвы. Он уже участвовал в подобных фестивалях в Италии, Нидерландах, Германии и даже в Арабских Эмиратах. Создавать изображения таких масштабов для него привычное дело. Тут будет две чашки чая. Это будет о разговоре двух людей, неспешном разговоре за чашечкой чая, о размеренности, которой у нас, допустим, маловато в Москве. Унылые фасады здесь оживают на глазах. Краска, кстати, устойчива к дождю, снегу и солнцу. Продержаться она должна около 10 лет. На этом фестивале профи стрит-арта создают композиции именно в национальной стилистике. Здесь вам и колоритная домашняя утварь, и горянка с кувшином на всю девятиэтажку. Это меняет облик и восприятие города. То есть и люди, когда видят, что художник сделал эту работу, их это может вдохновить на какие-то менее масштабные, но улучшения. В этом году вместо привычного холста пробуют фасады зданий дагестанский художник Андрей Калугин. В прошлом году он участвовал в этом фестивале в качестве ассистента. Сейчас же уже представит собственную работу. В этой работе я хотел показать, как бы женщина – это начало, она дает жизнь. Она держит в руках цветы, вокруг нее птицы, все живое. Стрит-арт-фестиваль в Дербенте дает старт Союзу свободного искусства в Республике, уверены художники. Ну а организаторы обещают не останавливаться на достигнутом и каждый год находить новые площадки для испытания творческих идей граффити художников. Или как они называют себя в творческой среде – райтеров. В общем итоге у нас получится с прошлым годом в Дербенте разрисовано 9 фасадов многоэтажных домов. И еще одно ключное пространство разрисует покрас Лампас. Покрас Лампас – российский художник-каллиграф, который стал амбассадором собственного стиля граффити. Сегодня он рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Его творчеством интересуются международные бренды, а сам Лампас стал создателем своего мерча. Им и будет разрисовано одно из уличных пространств города Дербент, какое именно организаторы пока держат в секрете. Патимат Ханнапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Дербент. Муфтия Дагестана издал новую книгу. Она посвящена жизни и деятельности великого ученого ислама, шейха, общественного и политического деятеля, выдающегося доктора Сайфулла Кадиба Шларова. Презентация состоялась в Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история». Подробности расскажет Хамзанур Магомедов. Исторический день для всей мусульманской умы Дагестана. Впервые вышла в свет подробная книга о жизненном пути выдающейся личности конца 19-го, начала 20-го века Сайфулла Кадиба Шларова. Над составлением и изданием книги работали специалисты муфтията Дагестана. «Нами было использовано большое количество источников, как рукописи, так и изданные источники, в частности из российских государственных архивов, из Саратовского государственного архива. Некоторые документы и джазы шейха Мухаммад Салиха мы получили даже из Объединенных Арабских Эмиратов, копии этих документов получили, из Петербурга получили. И большое количество источников на арабском языке было использовано. Труды, известные труды шейха Сайфулла Кадиба, они у нас находятся в наличии, имеется в виду копии этих автографов, оригиналов копий. И они тоже, соответственно, были немножко, в некоторой степени изучены и использованы тоже в работе». Мероприятие по стиле представители власти и общественности, религиозные деятели и ученые-историки. На презентацию приехали гости не только из разных уголков Дагестана, но и за пределы в республике. «Он был, конечно же, очень выдающимся ученым. Шариата, знатоком Шариата. Недаром он был выбран на определенный промежуток времени муфтиям Дагестана и всего Северного Кавказа. Также он является ученым, который познал Всевышнего Аллаха. То есть все самые хвалебные качества, которые должен приобрести для себя мусульманин, в принципе, он приобрел. Личность Сайфулла Кады Башларова, она очень ценна для нас и изучение его жизни тоже очень ценно для нас». Почетные гости со сцены говорили о выдающихся качествах, способностях и достижениях Сайфулла Кады Башларова. На большом экране был показан мини-фильм, посвященный основным этапам жизни шейха. Он был первым, кто начал распространение шазалийского пути суфизма на Кавказе. Шейх посетил множество стран Запада и Ближнего Востока. Его имя известно во всём мире. «Замечательном человеке, нашем шейхе Сайфулла Кады, который внес заметный вклад не только в религиозную жизнь дагестанского общества, но и в политическую. То есть влиял на те исторические процессы, которые происходили в стране гор». В книге подробно повествуются не только о его жизнедеятельности. В издании также содержатся записи и наставления шейха ученикам и всем людям. Дается информация о его великих наставниках и преемниках. Издание содержит 175 страниц печатного текста и иллюстрации. Теперь оно доступно каждому в исламских магазинах города. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Вековой юбилей героя. Дагестан помнит и гордится. Республика в эти дни отмечает столетие со дня рождения знаменитого лётчика Амитхана Султана. Сегодня день рождения легенды авиации. В годы Великой Отечественной он был удостоен высших военных наград. Был единственным дагестанцем, ставшим Героем Советского Союза дважды. Именем воздушного аса в Махачкале назван один из главных проспектов. Международный аэропорт столицы Дагестана носит имя Амитхана Султана. Именем его названы и вершины в горах нашей республики. Тему продолжит Курбан Рагим. Цветы и слова благодарности сотрудники Международного аэропорта Махачкалы чтят память о выдающемся лётчике Амитхане Султане. С 29 июня 2012 года воздушная гавань гордо носит имя дважды Героя Советского Союза, для которого небо стало вторым домом. Расславить такого человека не всякому дано. Мы, соответственно, подняли вопрос, он наш земляк. Ну, он сам говорил, что я не... он с Цовкра Лакского. Он говорит, я не... Не Лакец, не герой Лакского, не герой татарского, а герой Советского Союза. Он интернациональный такой был. И вот мы начали потом, чтобы писать письма, чтобы его именем назвали наше авиапредприятие. Амитхан Султан родился в 1920 году в Алубке. Прошёл всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Провёл 603 боевых вылета, в 130 воздушных боях сбил 49 самолётов, 30 из них в одиночку. Эти цифры красноречиво говорят о героическом пути бесстрашного лётчика. Его подвиги помнят и гордятся им не только в Дагестане, но и в Крыму. Отец героя Лакец родом из селения Цавкра, а мать – крымская татарка. На полуострове об Амитхане Султане снимаются фильмы его именем по всей России. Названо множество значимых объектов – площади и улицы, проспекты и микрорайоны, школы и лицей. В Дагестане также учреждена государственная награда, где отчеканен профиль героя – медаль имени Амитхана Султана, которая вручается за вклад в патриотическое воспитание молодёжи. В Махачкале имя прославленного лётчика носит и одна из главных магистралей столицы. Бронзовый монумент установлен в самом начале проспекта имени героя. Этот бюст делал руки известного скульптора Гейбата Гейбатова, признанного мастера художественной пластики. Бронзовый бюст на высоком постаменте сам будто бы парит над землёй на фоне гор. Модель был в мною создан с учётом, что он, во-первых, обращён лицом, сейчас тоже видишь наглядно, к солнцу, к восходу. Это всегда символизирует движение к добру, к светлому. Во-вторых, эта улица уже начинается с его имени. Когда поворот головы дал ещё больше динамизм его движению. Вот стал вопрос усилить это движение с головой вместе плечо. Это плечо, это его крыло полёта. А второе плечо тоже осознанно аллегорию, обрыв. Фактически его, когда нашли, нашли только кисть руки. Фотографии из личного архива героя и другие уникальные экспонаты можно увидеть в музее боевой славы имени Макаровой. Здесь школьникам показывают комбинезон и шлемофон, в которых Амедхан Султан отправлялся на боевые задания. На недавнем уроке мужества детям рассказали о самых ярких моментах биографии и военных подвигах лётчика. Во время своего последнего визита он гостил у своего родственника, у двойного брата, вот такого Башира в Ганапи. Так вот, Амедхан Султан познакомился со своими племянниками, с детьми и спросил, как они учатся. А дети сказали, что учатся хорошо и на отлично. Амедхан Султан проверил их дневники, убедившись, что дети на самом деле учатся хорошо, на 4 и 5, он подарил этим детям свой шлемофон. И вот где-то через месяц Амедхан Султан трагически погибает, получается. И после его смерти уже его брат передал к нам в музей эти вещи, личные Амедхан Султана. «Орлы умирают в небе», – когда-то сказал своим друзьям Амедхан. Эти слова стали пророческими. В мирное время, в феврале 1971 года, легендарный лётчик отправился на очередное задание – испытание нового реактивного двигателя на самолёте Ту-16. Это был последний полёт героя, в котором оборвалась его жизнь. Но полёт Амедхана продолжается и ныне, в памяти благодарных потомков, в примере служения Родине и любви к родному краю. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова